В Химках отметили День Победы. Тысячи жителей приняли участие в чествовании героев Великой Отечественной войны. Старт празднику дали Ауабелиско, отстоявшим отчизну. Здесь прошел торжественный митинг. Со словами благодарности выступили первые лица округа вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным. За Великую Победу заплачено жизнями и тяжелым трудом. Мы низко преклоняемся и отдаем дань уважения тем, кто героически прошел долгими боевыми дорогами. Тем, кто трудился в тылу, тем, кто возродил нашу землю после Великой Отечественной войны. Митинг завершили торжественным возложением венков к Абелиску и к мемориалу химчанам, отдавшим жизнь за родину. Руководство округа прошло по аллее героев, отдав дань уважения к погибшим защитникам. После присоединились к шествию бессмертного полка. Вместе с химчанами прошли путь от Площади Победы до парка имени Льва Толстого. Бессмертный полк прошел по улицам Химок. Каждая фотография на плакате – это целая человеческая жизнь, наполненная болью и радостью от Победы. Давайте спросим у жителей об этих судьбах. Расскажите, пожалуйста, кто это человек? Это Терентьева Анна Тарасовна. Она была моей прабабушкой. Она дошла до Вены, она была связисткой. Да, правильно. Она прошла всю войну, дошла до Вены, была связисткой. Папа ушел 17 лет, из 10 класса. В 42-м предпринял присягу. Воевал на штурмовике, бортмехаником. Ранен, контужен. Наград много. К сожалению, он умер очень молодым, 53 года ему всего. Это мой прадед. Мы очень мало о нем знаем. На войне не любил рассказывать. А еще воевал в финскую в 39-м и потом в отечественную. Вернулся с войны и умер своей смертью. А расскажите вообще, что для вас значит вот этот день, День Победы? Для меня День Победы значит гордость за героев, которые защитили нашу страну. В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи химчан. Люди разных профессий и возрастов, объединенные гордостью и благодарностью к тем, кто дал мирное небо над головой. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.